всем привет сегодня у нас вот такая вот посылочка я сразу расскажу что у нас здесь пришла посылка очень быстро здесь у нас планшет планшет дешевый самый простой я покупал его по моему обошелся он 56 долларов по моему стоил но обошелся около 40 чем-то долларов 45 46 это вместе с чехлом обошлось с поинтами магазина купил я 8 11 и сегодня 21 11 мне курьер и уже доставил того 13 дней получается сейчас мы ее распакуем я расскажу зачем я этот планшет купил и потом поиграюсь им немножко и уже досниму видео уже с информацией понравился он мне нет и справляется ли он с теми задачи вот упаковано неплохо то есть опять же хорошо упаковано поджмаканная накладная смотрим что у нас здесь пришло у нас пришел вот такой вот небольшой планшетик и чехольчик для него вот давайте сразу распакуем чехольчик и так покупал я планшет для того чтобы можно было дома его использовать у меня сейчас большой планшет обзор я о нем тоже уже скоро выложу aldo cube посмотрим как она здесь так 13 3 3 500 миллиампер часов батарейка батарейка небольшая но в принципе я думаю для домашнего использования будет достаточно планшет покупался для того чтобы можно было книжку прочитать вечером допустим пол или посмотреть какое-нибудь кино на ю тубе и установить допустим какое-нибудь приложение небольшое ребенку чтобы перед сном можно было поиграть или прочитать ту же там интерактивную какую-нибудь сказку ребенку планшет скрывался то есть я еще не прикоснулся разреза на 1 этот давайте попробуем открыть ее так раз раз она вот да он открывался и давайте посмотрим комплектацию сам планшет давайте его отложим такая вот рамочка идет high play 8 для того чтобы засунуть эту бумажку его и вскрывали наверное инструкция на английском есть букин просто еще какая-то бумажка гарантия наверное и обычный usb micro usb кабелек кабелек самый простенький белого цвета ну ничего выдающегося здесь нет обычный кабель и все и давайте посмотрим планшет вот так вот он выглядит небольшой немножко 8 дюймов немножко больше чем книги пластик но такой серебре он сделан якобы под металл дальше имеем у нас что здесь качелька громкости и включение сверху у нас hdmi mini и для наушников 35 и для зарядки micro usb здесь у нас разъем для карты памяти и больше ничего на этой грани нет вот еще раз посмотрим назад и давайте попробуем включить я думаю он должен быть заряжены вот да он заряжен android 6 мтк кпу 785 дюймов у него экран 3 500 миллиампер часов батарейка android и шеи android 6 0 802 11 и bgm вайфай отклеиваем наклеечку ложим ее сюда я не думаю что она нам пригодится когда-либо android и стартинг яркий экран сразу давайте посмотрим я когда покупал его говорили что экран здесь отстой ну как для моих ощущений экран неплохо выглядит тем более он будет использоваться в домашних условиях поэтому я думаю что этого экрана будет достаточно вообще приятные ощущения он немного пластиковый ну вроде все сделано хорошо вот здесь немного вот я придавил только что один раз треснула и больше нет то есть вроде бы все хорошо ну давайте поищем русский язык и так я запустил его что очень странно батарея заряжена на 90 процентов то есть я создал учетку новую сохранил все работает быстро камера ну камера такая паршиватенькая но он и не для этих целей брался но тем не менее по скайпу довольно таки неплохо можно будет общаться работает он быстро я с ним немного поиграюсь и уже потом составим итоговое мнение приложение почему-то хром я поставил устанавливать он ожидание скачивания и что-то ничего не происходит ну пока будем пока будем разбираться давайте вставим чехольчик и посмотрим как это будет выглядеть чехле довольно не неплохо приятный на ощупь чехольчик можно его поставить вот так я понимаю сразу хотел обратить внимание когда нажимаешь на стекло оно прилипает так более детально посмотрим уже посмотрели мы как он выглядит как выглядит он в чехольчике все отлично я попользовался немного и составил уже какое-то мнение и он не реально подходит для моих целей которые я брал то есть я абсолютно не жалею что я его приобрел и так работает здесь все достаточно быстро но за счет того что в этой версии 1 гигабайт оперативной памяти и 16 гигабайт постоянной то 1 гигабайта конечно не хватает для каких-то там игр быстрой работы так далее но для чтения текстов для просмотра интернета все работает при распаковке я пытался установить google chrome и он почему-то не подвис и не 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 устанавливался такое бывает и как обла казалось что такое бывает некоторые фризы возникают то есть он как за замер и несколько секунд там 5 10 может даже 15 секунд он как виснет и и потом все растормаживается опять начинает работать я не знаю это связано с чем но такие иногда бывают не так часто допустим но периодически бывает давайте зайдем chrome посмотрим допустим вот youtube для браузинга довольно таки неплохо все грузится я зацепил когда рукой зацепил и она сразу подгрузилась видео давайте вернемся то есть я загрузил youtube и здесь когда махал рукой немножко отвергнулся то есть экран отзывчивый все нормально вот давайте посмотрим вот листаем все отлично грузится это как бы мы через браузер смотрим давайте запустим что-нибудь звук тоже хороший звонкий достаточный для того чтобы посмотреть кино или фильмы сейчас я остановлю до звук достаточный и мне звук очень понравился здесь и я даже не обратил внимание где он вот здесь он за чехлом спрятан вот одна колонка один динамик то есть и ну достаточно отлично работает то есть но звонка хорошо даже если прикрыв чехлом его слышно достаточно неплохо при том что это не на максимальной громкости нам давайте я немного наклацал опять вот пусть этот будет давайте включим на максимальную вот начнется праздник у нас есть семейные традиции прости Анна, это из-за меня у нас нет семейных традиций вот Вот так тише стало Когда мы закрыли Вот таким вот способом Динамик Тише, но достаточно комфортно слушать Это мы в браузере посмотрели Давайте посмотрим Опять запустил Очень как бы отзывчивый Отзывчивый экран Быстро нажимается Все, все касания Давайте посмотрим Сюда перейдем, почитаем новости То есть для тех целей, которые я преследовал Покупая этот планшет Он идеально подходит Мне как бы понравилось Да, есть некоторые микрофризы Но давайте посмотрим дальше Я не любитель там всяких приложений Для подсчета попугаев Я люблю чисто загружать Посмотреть, показать Как он работает Потому что эффективнее смотреть Как все работает Потому что может быть по характеристикам Ниже чем другой планшет Но работать намного быстрее Мне кажется Вот этот с одним гигабайтом Оперативной памяти Он довольно таки неплохо работает И подходит для серфинга Для чтения книг Посмотреть мультик перед сном Допустим Или посмотреть какой-нибудь ролик Или еще что-нибудь То есть для этих таких Более-менее офисных задач Он подходит более чем Но и игры Он с играми тоже справляется неплохо Сейчас мы это и посмотрим Итак, я ввел учетную запись Мы заходим Я давно не заходил Не играл в танки Да, и в принципе Я в них захожу В учетную запись Только когда Снимаю, допустим Обзор какой-то Нет времени у меня играть И непрокаченные Как вы видите У меня танки Ну, тем не менее Давайте попробуем Так, что это у нас Куда оно перешло Давайте сразу Где у нас тут кнопка в бой Вот она Я уже и забыл Как это все выглядит Давайте посмотрим Как играется Звук отличный Давайте громче сделаем Пока загружается игра Скажу Скачалась она очень быстро То есть Инсталлятор в 50 мегабайт С Google Play Качался Ну, не знаю Секунд, наверное, 10 Далее Весит 1,5 гигабайта И скачала, наверное Минут за 5 Но вот Распаковка была Долговато То есть Минут 15 А то и 20 Была распаковка игры Вот это я Про танки говорю Про игру И довольно-таки Неплохо работает Качество, конечно Не максимальное Но Так Кто-то сбоку Меня нашел Будем обходить Отрец И Йchio Я Продолжение следует... 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 Да, графика такая, что есть немножко, как им управлять. Ага, справа нажимаешь, это газ, а ехать как, ага, да, еще неплохо справляюсь. Ну почему ты не убираешься? В общем, я думаю, достаточно для того, чтобы оценить. Я еще потом поиграю в эту игру, если у меня будет время. Но все работает хорошо. Вот мы уже загрузили три у нас устройства. Давайте вернемся в танки, посмотрим. И вот танки загрузились. Так, давайте не будем дальше выгружать. Еще что хотел посмотреть. Ну, это мы посмотрели, посмотрели. Давайте посмотрим настройки, какая здесь у нас. И версия Android 6.0 здесь стоит. Вот, статус батарейки, 47% заряда. Это я установил, поиграл немного вчера, поиграл немного сегодня. То есть, с момента, пока, когда планшет пришел, я его не заряжал. Вот он, сколько он пользовался, вот он 47% остался. Я поставил две игры, немного установил Chrome, немного полазил тут по настройкам, в почту заходил. То есть, ну так, по мелочи поигрался, полистал, посмотрел, проверил камеру. И вот у нас 47% заряда. То есть, держит, в принципе, неплохо. И я думаю, часов на 5 работы должно хватать. Батарея, я напомню, тут 3500 мАч. Итак, давайте посмотрим же, как устанавливается. Вчера, ну, при распаковке пробовали установить Chrome. И там она подвисла, вы видели. Давайте. Или не так называется. Да, вот Magic Kinder. Это приложение для ребенка. 167 мегабайт весит приложение. Вот оно как устанавливается. Вот, буквально 4-5 секунд прошло, 60 мегабайт скачало. Тут уже 70. Довольно неплохо так качается. Но вот устанавливается немного медленнее. То есть, Wi-Fi модуль тут нормальный, сеть хорошо ловит. Может, что-то подвисло. Ну, кстати, вот с танками и с асфальтом, когда устанавливал, таких подвисаний не было. То есть, видите, какие-то все-таки подвисания есть. Ну, я об этом уже говорил. Вот, какие-то замедления, подвисания. Ну, пока устанавливается. Скажу, что камера тут обычная. Передняя, по-моему, 0,3 мегапикселя, задняя 0,2 мегапикселя. Вот. Но вполне, как бы, для скайпа, я думаю, пойдет. Ну, фотографировать что-либо смысла никакого нет. Ну, вот для скайпа, вот здесь есть фронталочка. Хоп, пообщались, загрузились. И все отлично подойдет. Очень нравится мне оптимизация. Что тут надо нажать? Или он еще... А, он не... Да, конечно. Ух ты! Какую игрушку мы получили. В общем, здесь коллекции, игры. В общем, приложение толковое. Это я для ребенка устанавливал. Вот. Все работает, все отлично. То есть, для моих задач, которые я преследовал перед этим планшетом, он отлично, идеально со всем справляется. Вот. Мне, в принципе, я вроде бы все рассказал. Давайте посмотрим последняя камера. Единственное, что мне не нравится в этом планшете, это вот кнопочка делать скриншот. Да, она вынесена вот сюда сбоку. Кому-то это удобно. Ну, я привык уже, да, зажимать там громкость и включение в телефоне. И, как бы, это нормально для меня. А вот кнопочка, ну, может, куда-нибудь ее отдельно, там, вверху, внизу, сбоку или с правой стороны было. Потому что я ее часто нажимаю. У меня уже тут в галерее уже несколько скриншотов есть, которые я вот наделал, потому что просто ошибочно нажимал ее, эту кнопку. Смотрим. Давайте сфотографируем что-нибудь. Это я видео записал. Все, норовлю нажать на кнопочку. Давайте камера. Сфотографируем вот кубик Рубика. И давайте посмотрим. Такое все. Немножко квадратненько, ну, с кубиками, видите. Но, тем не менее, довольно неплохо снимает. И баланс белого. Вот. И переднюю давайте. Передняя лучше, намного лучше, чем задняя. Для чего сделана? Ну, как? Это мне кажется, что она лучше. На самом деле, я не знаю. Ну, возможно, сделана специально для скайпа. Здесь лучше, с обратной стороны, хуже. Ну, или наоборот, или мне просто кажется, что она здесь лучше. Но, по-моему, зернистость здесь меньше. Вот. Еще здесь есть у нас HDMI-порт. Вот. Подключить я его не могу пока, потому что у меня нет такого кабеля. Как только кабель у меня появится, я, может быть, сниму дополнительное видео. Если в комментариях вы напишите, что это нужно сделать, я возьму кабель, найду и сниму отдельное видео, как он подключается к телевизору и как он воспроизводит, в каком качестве. Вот. Батарейка заряжается, заряжается планшет, по-моему, около двух часов. Я сам еще не заряжал. Он еще заряжен с момента, как я его распаковал. Да, я его еще ни разу не заряжал. 42% он показывает. Он пришел, по-моему, 90% было или что, не помню, в начале видео есть. В принципе, вроде бы я все рассказал уже, что хотел рассказать об этом планшете. Планшет классный, его я покупал. Он продается на GearBest 56 долларов, по-моему, 55.99. Это стандартная цена его по флеш-сейлам. Я вместе с чехлом взял его, когда была цена на него 49.99, по-моему, по флеш-сейлу. Я с применением поинтов взял его вместе с чехлом за 40, по-моему, 3 доллара или 44. Вот, для этого планшета идеальная цена. Он действительно стоит своих денег и довольно-таки неплохой, качественный. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!